Ярослав Кириллович Голованов, журналист, писатель, лауреат премии Ленинского комсомола. С 1958 года корреспондент комсомольской правды, спецкор, член редколлегии, обозреватель, сфера интересов, история науки и космонавтика. Опубликовал более 20 книг, переведенных на 25 языков, полторы тысячи статей, очерков и репортажей. В своих героях Голованов стремился открыть и выявить устремленность к звездам и божественное предназначение. В качестве своего крыда выбрал слова Гёте «Я могу обещать быть искренним, но не бесстрастным». Поэтому он писал страстно и увлеченно. Читатели любили его статьи о целительной красоте лесов и храмов, о коллизиях в космосе и кориде, о мистике океана и луговых сказках российского Нечерноземья. Равно как и о незримых связях жителей древнего Пскова и современного Парижа. Его аналитическое мышление сливалось с образным миросприятием художника. Лучшие его книги и статьи читаются на одном дыхании, как захватывающий роман. Однако первое место в его творчестве занимают космос и наука. Ярослав Голованов родился 2 июня 1932 года в Москве. Отец Кирилл Николаевич Голованов, основатель и первый директор театра транспорта, который ныне известен как Московский драматический театр имени Гоголя, работал в управлении театров Комитета по делам искусств, был одним из руководителей Центрального дома культуры железнодорожника. Мать Анфиса Васильевна Голованова под псевдонимом Андреева почти всю жизнь была ведущей актрисой театра транспорта. Едва начавшись, столичная жизнь маленького Ярослава была прервана войной. Осенью 1941 года семья эвакуировалась в Омск и только летом 1943 года возвращается в Москву. В 1950 году он заканчивает школу. К удивлению родителей, Ярослав не хочет поступать на операторский факультет Всесоюзного института кинематографии, как ему советует отец, не в Московский архитектурный институт, как рекомендует мать, а подает документы на ракетный факультет Московского высшего технического училища имени Баумана. Объясняя это решение, Ярослав говорил, что стремление заниматься ракетной техникой возникло в Омске в 1942 году, когда он прочел роман Алексея Толстого «Аэлита», который произвел на него огромное впечатление. В студенческие годы Ярослав работает очень много. Лекции в ВТУ читаются по десяткам дисциплин, а количество зачетов и экзаменов приближается к сотне. Выпускники училища тех лет должны были работать на всех металлообрабатывающих станках, освоить все виды сварки и литейное производство, не считая производственной практики, которую Голованов проходил на заводе в Днепропетровске. Дипломную работу Ярослав Голованов выполняет под руководством будущего члена-корреспондента Академии наук СССР Александра Ваничева в лаборатории НИИ Министерства авиационной промышленности. Но при распределении неожиданно для него направляется в другую лабораторию, которой руководит будущий академик Георгий Иванович Петров. В определенной мере Голованов переживает кризисную ситуацию. Срочно надо коренным образом перевучиваться с теплотехника на аэродинамика, да и вообще он начинает понимать, что занимается не совсем своим делом. И хотя Ярослав Кириллович всю жизнь гордился двумя секретными научными отчетами, которые написал в 1956-1957 годах, он чувствует, что призвание его в другом. Вскоре он делает попытку сотрудничества с отделом науки газеты «Комсомольская правда», которым в те годы руководит замечательный журналист и талантливый педагог Михаил Васильевич Хвостунов. Голованов влюблен в газету. Он ухитряется совмещать работу в ней с работой в НИИ. В феврале 1958 года главный редактор «Комсомольской правды» Алексей Иванович Азжубей из числа нескольких кандидатов на должность литературного сотрудника отдела наук останавливает свой выбор на Ярославе-Голованове. С этого времени вся жизнь Ярослава Кирилловича связана с комсомолкой. Увлеченность газетной работой позволяет Голованову быстро занять одно из ведущих мест среди молодых сотрудников «Комсомольской правды». Весной 1959 года он уговаривает Азжубея направить его в рыболовную экспедицию к берегам Африки. Результатом этой командировки стала не только серия газетных очерков, но и повесть «Заводная обезьяна», опубликованная в журнале «Юность» и вышедшая год спустя отдельной книгой под названием «Сувенир из Гибралтара». Еще до этого Ярослав Голованов публикует небольшие научно-популярные книги «Штурм бездны», «Путешествие в страну Урана» и «Повесть кузнецы Грома», в которой впервые в нашей литературе появляются новые герои – конструкторы космических кораблей. Опубликованная в юности, а затем вышедшая отдельной книгой, «Повесть» привлекает внимание главного конструктора космонавтики Сергея Павловича Королева, который предлагает журналисту самому слетать в космос. В июле-августе 1965 года Голованов проходит все проверки в Институте медико-биологических проблем, но смерть Королева в январе 1966 года перечеркивает планы. В январе-феврале 1990 года Голованов повторяет попытку стать первым журналистом в космосе, но его бракуют по здоровью. Повесть «Кузнецы Грома» открывает Голованову путь в союз писателей СССР, куда его принимают по рекомендации Бориса Полевого и Вальсилия Аксенова в феврале 1966 года. Газетная карьера Ярослава Кирилловича складывается весьма успешно. В 1960 году он заведует отделом информации, в 1963 становится разъездным корреспондентом, а в 1966 году членом редколлегии. Но уже в 1968 году, стремясь к работе творческой, Голованов по собственному желанию переходит на должность обозревателя и остается в этом высшем журналистском творческом звании все последующие годы. В течение 10 лет он специальный корреспондент комсомольской правды на космодроме Байконур. Голованов много путешествует, побывав в 25 странах мира на всех континентах, кроме Антарктиды. Стремясь получше узнать свою страну, Ярослав Кириллович предпринимает в 1975-85 годах путешествия по землям русского Нечерноземья, побывав в 30 регионах Европейской части России. Адреса его репортажей – Украина, Крым, Прибалтика, Кавказ, Урал, Сибирь, Средняя Азия. За почти полвека своей работы Ярослав Голованов опубликовал более 1200 газетных статей, очерков и репортажей, более 160 журнальных статей, 20 книг издавался на 25 языках. Ярослав Голованов – лауреат высшей журналистской премии «Золотое перо», кавалер двух советских орденов, заслуженный работник культуры РФ. Главной темой творчества журналиста и писателя Ярослава Голованова была и остается космонавтика. С темой космоса связаны его книги «Кузнецы грома», «Этюды об ученых», «Этюды о великом», «Архитектура невесомости», «Наш Гагарин», «Марсианин». Отдельно надо назвать книгу «Дорога на космодром», «Историю мировой космонавтики для юношества от мифического». Икара ту реального полета Юрия Гагарина. Делом всей своей жизни Голованов считал работу над фундаментальной книгой «Королев. Факты и мифы», вышедшей в издательстве «Наука» в 1994 году. Она задумывалась, писалась и выстраивалась, и перерабатывалась 28 лет. В результате читатель получил повествование, в котором история отечественной космонавтики изложена не просто с фактологологической точностью, но и органично высвечена ярким образным языком. В конце 90-х годов в «Комсомольской правде» были опубликованы записные книжки Ярослава Голованова «Заметки вашего современника», охватывающие практически всю вторую половину XX века, вызвавшие большой интерес читателей. «Заметки» — жанр своеобразный, сочетающий философские обобщения, сопоставления разноликих, интересных фактов истории страны, исповедальную хронику, высказывания и поступки совершенно не схожих людей, от всемирно знаменитых до никому неизвестных, но не менее привлекательных своей одаренностью и непубличной самобытностью. За заслуги в популяризации науки Голованов Ярослав Кириллович был избран действительным членом Российской Академии космонавтики имени Константина Циолковского. Ярослав Кириллович скоропостижно скончался утром 21 мая 2003 года от инсульта в подмосковном Переделкино. Похоронен на Даниловском кладбище столицы. Субтитры создавал DimaTorzok